С разницей в 15 лет я одному и тому же, одной и той же лирической героине, мой лирический герой, посвятил два произведения. Я сразу объясняю, что это не я, а мой лирический герой, потому что у меня появилось в репертуаре несколько песен, после которых друзья стали на меня как-то странно смотреть и рассказывать мне о том, что они готовы меня убедить в том, что жизнь прекрасна, медикаментозна. А я им говорил, что у меня все нормально, это у героя лирического какие-то. Это песня, которой я особенно горжусь, потому что большинство бардов мечтают изобрести какой-нибудь новый жанр. И я долгое время был уверен, что мне это удалось, изобрести совершенно новый жанр, потому что абсолютное большинство песен это про любовь, а я сочинил песню про наоборот. Отцепись от меня, отвяжись от меня, отпусти ты меня, сделай милость. Сколько раз я просил, сколько раз умолял, чтоб ты больше мне ночью не снилась. Я ж тебя не любил, ни тогда, ни сейчас, я к тебе на свидание не хаживал. От тебя хоть бы раз получил я отказ так ни разу, поскольку не спрашивал. Не могу убедить ни жену, ни дочь, что с тобою мы были чужими. Ты мне снишься практически каждую ночь, а я вслух бормочу твое имя. Не в восторге, понятное дело, жена без скандала ни дня не обходится. Ну а как ей докажешь, что я лишь по снам знаю, где у тебя что находится? Отцепись от меня, отвяжись от меня, уши пухнут от сплетен и слухов. Не бывает, конечно, чтобы дым без огня, но ведь я ж тут ни слухом, ни духом. Может, кто-то колдует, узнал бы, убил, хоть бы раз, что жена мне приснилась. Я ж тебя, видит Бог, никогда не любил. Отпусти ты меня, сделай милость. Отпусти ты меня, сделай милость. Любому олуху судьба дарует шанс. Его прошляпить умудряется не каждый. Я в этом смысле круче каждого из вас. Не просто так прошляпил шанс, а даже дважды. Пусть не достиг я до предельной высоты. Не стал я Богом, так освоил пару трюков. Но я ушел и за собою сжег мосты, Чтоб мирно жили девушка моей мечты, А также муж ее и сын, и пара внуков. Та-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам. Со мной судьба играла явно в дурочка. Не баловала, но и сильно не гнобила, И шила долго, побеждала пачка. Но нынче лень его надежно притупила. Я был не гением нечистой красоты, Не доосвоил много нот и много букв. Зато я вовремя сумел свалить в кусты, Чтоб мирно жили девушка моей мечты, А также муж ее и сын, и пара внуков. Па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам. Я вон из кожи лез быть темой для маловы, Не топал строем и любил пинать устои, И так старался прыгнуть выше головы. Но было ясно мне, что я ее не стою, Я ей не мог среди зимы дарить цветы, Не мог свозить в Париж, слегка развеять скуку. Зато я смог ее на волю отпустить, Чтоб мирно жили девушка моей мечты, А также муж ее и сын, и пара внуков. Па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам. Сейчас неважно, был я прав или не прав, Не так уж долго было пусто свято место, А я купил себе в квартиру новый шкаф. Поскольку в старом от скелетов стало тесно, Но вовсе я не отказался от мечты, Я и сейчас себе мечтаю под гитару Придумать песенку с мотивчиком простым О том, как мирно где-то жили-были ты И я твой муж, наш взрослый сын и внуков пара. Та-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам, па-ба-дай-да-дам. Так, это была про любовь, а какие еще бывают песни? Про жизнь, бывают, про жизнь просто. Ну ладно, да нет, пожалуйста, я могу. Просто это какие-то все грустные песни, надо что-то мажорное выбирать. А давайте я возьму грустную песню, но в мажоре ее сыграю. Привет, старик! Ты, говорят, сошел с ума, Пойди сюда, поговорим наедине. Палач и стража, отправляйтесь по домам, Сегодня вряд ли вы понадобитесь мне. Мой добрый друг, да ты совсем, я вижу, плох, Не пощадило время старого шута. Глаза слезятся, а дряхлел почти оглох, И стойкий запах валидола изо рта. Фа-да-ва-да, па-да, па-фа-фа. Твои насмешки, помню, били на повал, Покойный папа мой был горд своим шутом. Ну, правда, папа, да, был известный либерал, Со мной шутить уже не пробует никто. Сейчас шуты не заманите калачом, С тех пор, как ты ушел на пенсию, мой друг. И вот вакансию я занял палачом, Он, бедный, трудится, не покладая рук. Фа-да-ва-да, па-ва-фа-фа. Мне донесли, что ты кому-то там сболтнул, Что я, мол, деспот и безжалостный тиран. А как начал удержать в руках страну, Не опираясь на поддержку топора. Ведь я хочу, чтоб люди жили без забот, Не забивали размышлениями мозги. Ты говоришь, что недоволен весь народ, Народ доволен, недовольны лишь враги. Но ты ж не враг, ты разговоры прекрати. Они вредны, все неприятности от них. Ты шут заслуженный, но с этим не шути. Палач работает у нас без выходных. Ступай домой, неугомонный мой старик, Надрай до блеска свой бубенчик именной. А если снова вдруг зачешется язык, Приди мы вместе посмеемся надо мной. Давайте я вам спою песню абсолютно аполитичную. Она была написана исключительно с целью сделать приятное. И поскольку Леонид Позун, которому эта песня посвящается, Сказал, что ее неправильно понимают Его политические оппоненты, То я вынужден объявлять, что эта песня посвящается Леониду Позуну И его политическим сторонникам, В том числе и мне. Но песня, напоминаю, она абсолютно аполитичная. Я просто писал... Это маленькая зарисовка из жизни. Опять зовут на митинг в нашей синагоге Протестовать в защиту сирых от убогих. И я опять надел штаны свои казачьи И всю в заплатах вышиванку от версачи. К началу митинга я опоздал немного, Искал парковку так, чтоб сразу у порога. Но и, войдя, я целый час убил впустую, Пытаясь выяснить, за что мы протестуем. Наш мудрый рэбе пофигист седьмого раза На прошлом митинге чуть не лишился глаза. И в этот раз, кося фингалом сукаризной, Прочел нам проповедь о пользе пацифизма. Но мы ивритом не напрасно не владеем, Чужд пацифизм нам правоверным иудеям. В глазах друзей, коллег, соседей и знакомых Читалось ясно непременно быть погрому. Я стал разглядывать соседей понемногу, Понятней стало мне про сирых и убогих. Ну, скажем так, ни у кого и близко нету Таких шикарных шаровар такого цвета. За аутентичность шаровар моих червоных Спасибо низкое прадедушке Арону. Те шаровары не в обиду бабке Гале, Он обнаружил у себя на сеновале. Какая разница, кто первым вынул биту И кто кого назвал жидом-антисемитом. Но прямо там же в синагоге мы с охотой Погромом праздничным отметили субботу. Но я для драки неудачно выбрал пару, И в результате пострадали шаровары. А несть фига делов, то я вас умоляю, Приду домой и аккуратно постираю. И вот я дома, бита нежица в кладовке, Штаны казачьи мирно сохнут на веревке. А я трактат сажусь дописывать устало, Кашрутизация вареников и сала. Я хочу спеть что-нибудь существенно более гадкое, Более актуальное. Еще более актуальное. Давай песня, которая посвящается Моим коллегам и сверстникам. Чего? Песня, я редко придумываю название песня, Но у этой песни есть название. Песня называется «Ля-ля-мажорная песня». Ну что, дружок, когда-то бывали мы неплохи, И не скупясь талантов отсыпали нам боги. Но лень была превыше, а молодость не вечно. Ты в классике не вышел, твой поезд наконечный. Живи, дружок, валия жена, без взлета выпадений, Никто твоих не жаждет гитарных откровений. И не проси, как милость, былых оваций малость, Что в прошлом сочинилось, то в прошлом и осталось. Забудь большие сцены и трепетные залы, На кухне неизменно бринчи себе помалу. Пускай а зайчик плешью, давись некрепким чаем, И что под рук все меньше, все меньше огорчает. Но вновь привычно сонно супружница грозится, Когда по телефону опять звонят девицы. И снова ты в заботах, хотя припомнить трудно, Не обещать чего там зачем-то деве юной. Спасибо.